Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, в студии Владимир Сметанин. Прожиточный минимум в Кировской области повысит с 1 января. Согласно постановлению регионального правительства, прожиточный минимум на душу населения с 1 января 2023 года составит 12 794 рубля. Сейчас он составляет 11 262 рубля. При этом для трудоспособного населения прожиточный уровень установлен в размере 13 945 рублей, вместо нынешних 12 276. Для пенсионеров 11 358 рублей, сейчас это 9 750 рублей. И детей 13 439 рублей, сейчас 11 563 рубля. Отметим, прожиточный минимум применяется в том числе для установления минимального размера оплаты труда. МРОЦ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Экономика. Кировский малый и средний бизнес получил 1 миллиард рублей льготных кредитов за год. Финансовую поддержку получили более 600 предприятий, рассказали в центре «Мой бизнес». 210 предпринимателей впервые обратились за займами. В этом году для поддержки бизнеса работало 17 финансовых программ с льготной ставкой от 2 до 6% годовых. Правительство Кировской области дополнительно выделило 150 миллионов рублей на капитализацию фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. В правительстве подчеркивают, что более половины заемщиков вложили деньги в производство, а значит в экономику региона. Заявки на льготные кредиты сотрудники центра «Мой бизнес» принимают в рабочем режиме. Документы, принятые до 30 декабря 2022 года, будут рассмотрены в январе 2023. В эфире «Экономика». И в 2023 году Кировская область начнет возвращать в оборот сельхозземли. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил губернатор Александр Соколов. По его словам, в следующем году в оборот будет введено 20 тысяч гектаров. Это сравнимо по площади с небольшим районом области. По мнению главы региона, потребность в земле есть и у тех, кто занимается овощами и злаковыми, и у тех, кто обеспечивает заготовку кормов. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова